Знамя пионерской дружины имени Нади Богдановой внести. Знамя пионерской дружины имени Нади Богдановой внести. Знамя пионеров. Именно 8 февраля, это не случайная дата, в 1962 году, 8 февраля рабочие в Париже вышли на демонстрацию протестуя против войны в Алжире. В колонии жил 14-летний Даниэль Фури. Но их поджидали уасовцы, то есть французские нацисты. Даниэль Фури погиб 8 февраля. А ровно через год в другой стране мира, именно в Иране, погиб Фадрил Джамаль. Он отказался выдать отца своего и после пыток был убит. Дети во всех уголках земли, вспоминая бесстрашных подвигов юных героев, еще через ней сомкнут свои ряды, еще крепче вознутся за руки и новыми делами укрепляют мир на всем земном шаре. Любовь твоя, земля Россия, тебя порушить не смогли. Тебя топтали, не стоптали, тебя сжигали, не сожгли. Мы все с тобой испытали, и даже больше, чем могли. Разные потрясения пережило человечество в 20 веке. Но такого ужаса, который пришлось пережить народом нашей страны, еще не знало истории. Наш народ назвал эту священную войну Великой Отечественной. Защищать свое Отечество стал и стар, и млад. Что случилось? Скажи мне, Витя, что за боли у тебя в глазах? Разве солнце не так уж светит? Или вянут травы в садах? Среди них не только дети, не только войны, но и дети, которые смогли взглянуть в смертью в глазах. Дети? Нет, уже не дети. Война внезапно ворвалась в детство и юность. Горькую чашу пришлось испить годы войны детям. Они гибли под бомбами, умирали от голода, сражались рядом со взрослыми, становились настоящими героями. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. Дети Великой Отечественной войны. Так их называют сейчас. Они сейчас стали ветеранами. Дети войны. А память их хранит все в своем сердце. Об этом наш сегодняшний необычный час мужества. Урок памяти. Урок воспоминания. Урок напоминания. На этих детях ставили опыты преступники-врачи. А из вен выкачивали кровь для раненых немецких солдат. Их отправляли в печи к лиматорию. Погибших детей больше почти никто не помнит. От них остались в лагерях-музеях груды, отобранных кукол. До ботиночки. И туфлики невеликих размеров. Занесенный в графу с аккуратностью, чисто немецкой. Он на складе лежал, среди обуви, взрослые и детские. Его номер по книге 3209-й. Обувь детская, ношная. Правый ботинок, заплаты. Это страшное место, где вешали, жгли и питали. А потом хладнокровные одежды убитых считали. Документов дневной рапорт от 31 октября. Всего на этот день насчитывалось около 15486 человек. В том числе детей и юноши подростков до 20 лет 2595. Только на территории Белоруссии существовало 14 детских концлагерей. Один из таких лагерей располагался в Красном береге. Здесь был опробирован новый научный метод забора детской крови. Детей подвешивали подмышки, сжимали грудь. А чтобы кровь не сворачивалась, сделали специальный укол. На пятках делали надрез, с которого стекала кровь в специальные ванночки. Эта кровь шла для солдат вермахта. Тела ребятишек после забора крови увозили и сжигали. Хатынь! 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 Я слышу, как на потом боль стучится. Мороз по коже! Стой! Замри! Застынь! И как же все это могло случиться? Иссякли лиги, высохли колодцы, полная озерной прохлады, пылью. Вода в ночь в источниках не бьется, деревья к небу тянутся бессильно. Изверги согнали стариков, молодея, женщины щадили. Несся жуткий плач со всех сторон. То сжигали тех людей живыми. В 149-ю шпитер шихаясь, В улице светели в гусь, В распахнутые дали, От тягостей земных освобождались. И на пути к этой правомной цели Окончательного урегулирования порядка в Европе Стали белорусские баки, Древнего, Вязнь, Усакина, Хатынь. Сотни и сотни хатынь. Здесь, в июльский безопытно-точный день 21-го года, Враг на грядущей небесно взбомбил пассажирский состав. Целый путь детей Ленинграда, 12 вагонов, Тех, чтобы он захотел уберечь в этих тихих местах. Кто же мог в Ленинграде в тревожном июне Представить, что фашисты так быстро окажутся в той стороне, Что детей отправляют не в тыл, а навстречу войне, Над их поездами нависнут машины с крестами. А маленькие ленинградцы сражались в богатном городе, Сражались с голодом, с холодом, за смертью, Как Таня Савичева. Для некоторых девочек и нельзя читать безболи и страданий. Сколько таких, как Таня. Девчонка руки протянула, И головой на край стола. Сначала думали, уснула, А оказалось, умерла. Дети войны Смотрят в небо глаза воспаленные, Дети войны В сердце маленьком, но и безданное, Сердце словно отчаянный, Кровь ленгадский Гремит метродом, Гремит метродом, Гремит метродом. Когда фашисты ломались в наш город, Мы решили бороться с врагом. Мы подбирали оружие на месте боев, Которое потом партизаны На возу стенам отправляли в отряд. Был звездным и разведчиком. В феврале 1944 года в одном из боев при освобождении города Изяслав Партизаны приняли бою. В этом бою Ваня Путин. Было ему 14 лет. 2 мая 1945 года Ваня Путин посмертно накрочил Орденом Отечественной войны второй степени. А в июне 1958 года указом Верховного Совета СССР Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Врачи их лет, чтобы накормить армию. Сами при этом чаще всего не доедали. Дети рано взрослее. Заменяя ущедших на фронт старших братьев, отцов и матерей. В Кулу наши сверстники проявляли чудеса трудового героизма. Поэтому награду получали, пока сверстники продавели. У меня 6 лет. Еще печатаю. Дети рвут у меня из дома, в Малинской области. Я хочу домой. Маленькая я. А знаю, что надо разбить грифтера, и тогда поедем домой. Я хочу уроку 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдалю их в Казахстане. Дорогой, дядя и бассейн. Выпишите всем. В своей гостинице, в вашем доме тоже отдали деньги на фронт. Мы не заберем его на одну. Возьмем шарик, улове Китлера, мы поедем домой. Сразу после этого в редакцию стали проводить письма от других детей. Было открыто специальные счетки, на которые поступали деньги от детей. Вуководители Румского горного отправили письмо самому Сталину. Дети-то школьники, желая помочь героической Красной Армии, окончательно разграбить и уничтожить врага, деньги, собранные именно игрушкой, куклой, отдают на строительство танка и просил назвать его «Малютка». Верховный главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму. Прошу передать дошкольникам города Умска, собравшим на строительство танка «Малютка» 160 886 рублей. Мой горячий привет и благодарность Красной Армии Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза и Остерного Сталина. Танк Т-60 «Малютка» сошел с торгиево Сталининградского воздавода с удоверяем. «Малютка» дошел до брака. Его командиром долгое время была настоящей героической женщиной. Сердуша 56-й танковой бригады Екатерина Передук. Она выжила в Сталининградской битве. Была следительницей капитуляции получила три боевых фортура и 12 медалей. Трижды получала ранения. По ироне судьбы ее саму за небольшой рост названия «Малютка». «Малютка» Дети войны «Сколько белорусских?» «Сколько польских?» «Сколько русских?» «Погибли дети. Дети мира. В память о минуронах замученных, расстрелянных, сожженных, из-за шлопопребенных, объявляется «Минута молчания». Для жизни счастья, мира и труда. Без них не у Рома сразу постарела на несколько поколений недорог. Игручная одежда как лесу горела, как этаж под лес новый самый профиль. Скоро, но в Ленинграде каменный цветок, чтобы памятью людей остаться дольше, прочевших войн, логический итог. 13 миллионов детских жизней, коровый след коричневой чумы, их мертвые блосенки сукористой едят нам душу из могилы. «Мне кажется в обоих что солдаты скровавых не пришедшие в поле, не в землю нашу полегли когда-то, а превратить в белых журавнив. не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. и печально не придется бывшими пионерами, которые Мы сегодня уже стали бабушками, прабабушками, и мы прекрасно помним это время, когда мы были пионерами. Как вы думаете, что после этого урока вы кто-нибудь захотите вступить в пионеры? Да! С удовольствием мы приняли. У нас, нам поддано место, это сквер Виктора Кингисепа. Это выдано нам охранной грамотой весь этот сквер. Весной мы будем сражать оленев пионеров-героев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok